Настоящий дизайн Это когда ты делаешь просто что-нибудь Ради того, чтобы это создать Воплощение какой-то идеи Не обязательно, чтобы это был заказ Если заказ и твоя крутая идея Пересекаются Идеально, да? Это лучший вариант Больше пяти лет не ем мясо Совсем недавно Я подключил обратно Молочные продукты Из-за того, что я хотел просто есть шоколадки И можно залипнуть надолго Просто сидеть с пустыми глазами Это психологически Это, наверное, медитация? Да, все эти штуки медитативные Поэтому время пролетает И в основном у девочек получается лучше Когда доходит до творчества, почему-то девчонки скатываются А у парней наоборот И потом мне, короче, преподаватель говорит Занимайся 20 минут в день Я такой, ну 20 минут И я успевал очень много сделать И такой, да блин, я никогда не сидел 20 минут Меня развели Всем привет, добро пожаловать в подкаст Меня зовут Сергей Басов Сегодня у меня в гостях Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Зазолий Николай Привет Привет Спасибо, что пришёл Вам спасибо, что пригласили Спасибо, что у нас Не с первого раза получилось Но ты всё равно не отказал и пришёл ещё раз Это очень круто Спасибо Расскажи, чем ты занимаешься сейчас? Твоё ремесло Так, сейчас я зарабатываю на жизнь графическим дизайном И преподаю барабаны Давай поговорим про графический дизайн Я видел твои работы Прикольные, необычные Как ты к этому пришёл? Давно ли ты этим занимаешься? Я думаю, что около 10 лет, наверное Занимаюсь графическим дизайном И это началось всё в студенчестве У меня высшее художественное образование НВГУшное Наше, да? Да Вообще специальность у меня звучит Как специалист по обработке По художественной обработке металла Вот так Но когда мы закрутились в студенческой тусовке Возникла необходимость сделать какой-то дизайн Оформление мероприятий И мы начали изучать программы Ну вот, собственно, так я к этому и пришёл Потом прочитал пару книг по дизайну И тоже начал делать какой-то дизайн Именно ради дизайна Уже на коммерческой составляющей Ну, не то чтобы на коммерческой основе Но настоящий дизайн Это когда ты делаешь просто что-нибудь Ради того, чтобы это создать Вот так Воплощение какой-то идеи Не обязательно, чтобы это был заказ Но если эти... Если заказ и твоя крутая идея пересекаются Идеально, да? Это лучший вариант Какие... Что ты можешь сказать? Показать, если что, мы прикрепим картиночку Что тебе больше всего понравилось, что ты сделал? Так Похвастайся Ну, в общем, кроме всего Я ещё играю в группе Пазерпакер Да Я играю там на барабанах И когда мы начали делать группу Ну, вы уже знаете, что у нас появился сначала мерч Потом первые песни Короче, сначала появилась идея Мы что-то сидим, общий чатик И типа, ну чё Типа, мы уже начинаем играть И как бы надо придумать название Сразу Да, и я не знаю, как это случилось Но, в общем, Пазерпакер прилетело в голову Очень быстро Как-то, ну, мгновенно Ну, как бы Понятно, что эти слова значат Да? Смотри, в прошлый раз я кивал как будто бы Да? Нет Мне нет Ну, мазофакер Да Ага Ну, всё Пазерпакер И будто бы уже не мат, но и звучит хлёстко Ну, и такое Всегда чувство, что ты это Вот ощущение, что ты знаешь Но, типа, не знаешь Ну, около запретная штука Да-да-да Аккуратненько Завуалированная цензурка Такая в первой букве И Ну, вот после названия Сразу, не знаю, стрельнуло в голову Это как будто Маниакальный какой-то припадок Я сидел и пилил мерч Просто целыми днями Накопилась куча Ну, идей Я не реализовал их все Только Частичку И мы сделали фотосессию С полуобнаженными девчонками Ну, упор был, в общем, на мерч Ага Ну, как бы Вот, это самый большой проект Который я делал Как бы Именно ради дизайна Ага Ну, и как бы Работа продолжается в Пазерпакер То есть Идеи не прекращаются То есть Я продолжаю рисовать какие-то штуки Вот Обложка альбома Не альбома А этого сингла Ежмать Вот этот большой череп Это Это почти я Ну, как бы Там есть, короче Один алиментик на черепушке Который у меня тоже в черепе есть А, да? Да Это на самой верхушке Поставочка, да? Да, я называю её плавник Я не видел Ну, потому что я в шапочке хожу частенько А, да? Да Понятно Круто, круто Блин, интересно Надо будет этот Прикрепим сюда картиночку И всем покажем Как это всё получилось Барабаны Как? Почему? Пришёл Вообще Всё, что я делаю, наверное, в жизни Происходит через соперничество И у меня был соперник по барабанам Мы вообще начали Мне было лет 16 15-16 В школе мы начали Что-то слушать тяжёлую музыку Мои одноклассники Ну, моя тусовка меня не понимала Типа, чё ты слушаешь какую-то сатанюгу Вообще Ну, начали ярлыки на меня клеить А, уже, да? Там-то сразу прилипает Да, начал Ну, короче, небольшой буллинг такой Ну, короче Я хапнул немножко в школе этого Вот, и Потом мы начали Нашли место, где играть в Нижневартовске Ой, не в Нижневартовске В Излучинске Ты сам из Излучинска? Да, я сам из Излучинска Вот, собственно Там, в КДЦ Рликино Типа коморка за актовым залом Вот Мы начали писать там, что-то учиться Играть на гитаре Я вообще тогда ничего не умел Первый раз взял в руки гитару Ну, уже что-то начало получаться На одной струне Как бы можно весь металл сыграть Ага, да Вот На двух ладах 0-1, 0-1 И Там был барабанщик Ну, и я параллельно тоже начал Учиться что-то, стучать И он такой Ты неправильно делаешь И всякое такое И я такой психанул И пошёл к преподу Три занятия отходил Уже сыграл какую-то песенку На третьем занятии Ну, уже был какой-то навык Играть какие-то биты простые Ну, и всё И потом Из группы в группу Я сменил кучу коллективов Даже играл здесь В Югре джазик Однажды меня пригласили поиграть И я такой О, господи Нельзя выпускать возможность Пришёл Ну, отыграл Мне потом говорят Ну, ты, ну, типа Нормально Нормально Сойдёт Вывес Вот, ещё Была Ну, в некоторых коллективах Я играл на Гитаре Вот, то есть Гитара у меня тоже Как бы Моя подруга Вечная Вот, и На барабанах Я играю уже во втором коллективе В третьем В третьем В двух Как мы были на квартирнике И мы видели это Когда ты сел с другим коллективом За барабаны Ребята были в курсе Да, они в курсе А, это просто так Потому что я как был Первый раз Мы были с Екатериной Госни Мы такие Смотрим И я такой Он же в другой группе И ещё И пацаны такие Ты чё Ну, куда пошёл И я такой Блин, он чё, правда Ну, типа Это сейчас происходит Знаешь Сейчас я посмотрю Тут поиграй К вам вернусь Ну, как-то так В группах Ты остановился на том Что я перебил тебя То, что ты в разных группах играешь А, ну да Сейчас в двух Ну, это Пазер Пакер Это И сейчас мы играем Группа У нас ещё не закреплено название Но Предварительно Бурбон Вот Мы играем Что-то вроде Фанка То есть пытаемся Переделать какую-то эстраду Под Фанк Фанк это около Хип-хопа Тоже Потому что Хип-хоп вышел из фанка Ну, как бы Их играли же живыми инструментами Ну, хип-хоп играли Музыка Почему вообще Изначально ты с музыкой В классе Вообще В 8 лет Меня отдали На фортепиано И Я не закончил Обучение Потому что Очень бунтовал Потому что Ну, все такие Типа Ну, я за друзьями Что-то тянулся Я не знаю Ну, это нормально Ну, это детство Хочется тусить И я такой Не хочу ходить на сальфеджио И мне такие Ну, не ходи Ходи только на специальность Я такой И на специальность Не хочу ходить И потом мне, короче Преподаватель говорит По специальности Занимайся 20 минут в день Я такой Ну, 20 минут Ну, как бы Ладно, да Сажусь 20 минут И это вечность за инструментом И я успевал Очень много сделать И такой Да, блин Я никогда не сидел 20 минут Меня развели А, да Это так круто Слушай, надо запомнить Эту стратегию Вот, и, короче Ну, что-то у меня Какие-то тоже успехи Начали получать Ну, пришел какой-то успех На пианинке Не знаю Что-то руки Как-то разработались Ну, и в итоге Я все равно не закончил Ну, закончил школу со справкой Типа, вот Прослушал, да? Да, прошел какой-то курс Вот А потом Вот это вот Пришло в мою жизнь 15 лет И мы начали заниматься музыкой И сольфеджио Я понял, что Сольфеджио Это основа Основ Ну, как бы Оно у тебя уже было? Нет Нет Ну, как бы Я не ходил на него Да Как бы Ну, оно само собой разумеется Что это основа основ Но, как бы До меня очень поздно дошло И когда Начинаешь писать музыку Понимаешь, что Сольфеджио очень важно Что такое сольфеджио? Я не знаю Я сейчас опять с умным лицом сижу Как будто я что-то понимаю Я не понимаю Простыми словами Это теория музыки Как писать ноты Как записывать вообще музыку Как её понимать Не знаю Вот это надо почитать теперь Это Назовём это Сеткой Ну, базой Да, это можно назвать Ну, вот мы с тобой болтали По поводу Вообще музыка — это математика И в ней не приходится Я всегда договорил Ну, это многих злит Злит то, что музыка — это математика Ну, это такая математика В которой есть место для импровизации Для случайностей Вот Для творчества Иногда эта математика Ну, её можно размазать как угодно Например, если послушать Шопена То, как бы И включить метроном Ну, современные исполнители делают так Что они не играют в метроном Они просто Играют как чувствуют И с Шопеном это очень круто работает Потому что, если его музыку очень сильно размазывать То, ну, как бы По ощущениям играть То Получается как надо Угу Там тоже без метра нового Да Ты сам музыку пишешь? Пишу Но это только Ну, я не записываю её никуда То есть я пишу Если песенка То она остаётся в голове Ну, как бы Не записываю в аудио Не записываю на бумаге Её, типа Ну, материально нигде не существует Только в голове Ну, и чему, да? Нет времени Разно? Или желание? Ну, да Это тоже время Нужно сидеть и писать А как оно происходит? Просто берёшь гитарку и Что-то, что-то делаешь? Ну, как бы гитара такая Залипательная штука Её можно взять в руки И просидеть два часа И не заметить Как это время прошло Причём играть какой-нибудь Ну, что-нибудь одно и то же просто Вот, когда-то я оттачивал Какие-то приёмчики Для соляков Это тоже, ну, Долгая тема В общем, есть такая штука У гитаристов Они меряются риффами То есть Разные группы У кого, короче, круче рифф Соло-гитаристы Меряются соляками Барабанщики Меряются скоростью Ну, в общем Сейчас тоже появилось Какое-то Вот с появлением Инстаграмов И всего остального Соревновательная Какая-то база Есть Очень много Музыкантов Которые просто Превосходят возможности Вообще Всех людей Которые вообще Когда-либо играли На барабанах Ты смотришь Какой-то музыкант играет Какую-то дичь Видишь, как он это делает И понимаешь, что ты Никогда так не сможешь Ну, либо лет через десять Если прокачиваешь А каждый день, да? Да В общем, это такое Типа, расти можно бесконечно Ну, и Тоже в барабанах Есть такой Ну, залипательный момент Что Сидишь, оттачиваешь Какой-нибудь Рудимент Ты уже знаешь Да, рудимент Я тебя же знаю Вот И можно залипнуть надолго Просто сидеть с пустыми глазами Думать о руках Там, не знаю Направлять внимание Куда-то в одно место Это психологически Это, наверное, медитация Да Ну, все эти штуки медитативные Ну, поэтому время пролетает Ты просто Это как в мультике Душа смотрел Там такая история Когда люди что-то делают У них такая облачка И они улетали Мы с дочерью смотрели Я говорю О, это знаешь Когда ты А, нет Это-то новый же, да? Да, да И там вот это Ну, они Вот это чувство Когда ты что-то начал делать И потом через два часа И они его так отрисовали Как будто облаком идет Ну, типа, ты улетаешь Там все это космическое Вот это все Ну, вот этот процесс Блин, это такой крутой момент Он редко попадается Но я думаю Музыкальный инструмент Очень помогает Обучение Мы были у тебя На уроке Взаимопробный Для нас Как ты справляешься? Ты такой Спокойный Мы там долбим Мы кривые Там руки Вот так замотались У Киры лучше Я так понял Получилось Потому что я вообще Палка Ну, я Мне нужно было Я хоть теорию понял Примерно Там И потом еще додумал Посмотрел Фильмы мы посмотрели Все это Как терпение Вот это Не знаю Мне кажется Я просто педагог По натуре Ну, ты так Спокойный Мне нравится Учить людей Особенно Когда у них Получается Все очень хорошо И в основном Вообще Да Вот у девочек Получается лучше Я не знаю Почему Ну, как бы Они схватывают Ну, вот Ритмические рисунки И всякое такое А потом Когда доходит До творчества Почему-то Девчонки скатываются А у парней Наоборот До них Долго доходит Какая-то Ну, какая-то основа А потом Когда дойдет Они Мочат какую-то Импровизацию Ну, что-то Пытаются делать Сами Много Кто у тебя Хоть занимается Так Я считал Около Семи человек Семи-восьми человек У меня было За все время Сейчас учеников Поменьше Потому что Лето Ну, да Есть Пара учеников Которые Прям очень способные Один ученик Даже ездит Ко мне Со Стрижевого Вот Но он Прям Вот это Самый лучший Ученик Который у меня Сейчас есть То есть Он уже Импровизирует И, например Если я беру гитару В руки Он мне подыгрывает То есть Уже на таком уровне Уже кайфуете Просто Да Уже Просто у него Еще отец музыкант Он прям пишет песни У него Тучи песен Не знаю Приходят Час Что это Есть Подолбишь Хорошенько Раз потом мы сыграли совместку. Как бы завершающая такая штука, и она самая тяжёлая получилась. Мы не хотели останавливаться, потому что в конце был брейкдаун такой лютый. Разнос. Да, просто хотелось не просто головой качать, я не знаю, приседать. В общем, было очень круто. А здесь вы где-нибудь выступаете в городе? То есть другой город приглашает, вы выступаете, это можно посмотреть. А здесь, ну вот я хочу там похвастаться друзьям, что есть, да, куда-то сходить, показать. Где это можно сделать? Ориентировочно 17-го числа в Точке будет концерт, но мы не знаем. То есть пока что антиковидные меры и всё остальное. В общем, пока что дата расплывчатая. Мы не знаем, точно будет это событие или нет, но очень хотелось бы. А что там будет? Что планируется? Опять же, совместный концерт с Риф-ФМ. И если придёт побольше народу, то мы прям хорошенько жахнем. Ну, мы тоже пытаемся сделать в пазер-паке Риэм крутое шоу. Ну, это снова основ. Ты как рекламный рекламный, может быть, рекламный дизайнер, понимаешь, что это работает, да? Да, и как бы почему играть в группе? В общем, почему я играю в пазере? Почему? Потому что в нашей музыке много энергии. То есть в метальчике всегда очень много энергии. Она может хоть и негативная, такая первобытная, но когда ты выходишь на сцену и начинаешь мочить вот это всё, даёшь энергию в зал, из зала возвращается ещё больше, потому что, ясное дело, там людей побольше, чем на сцене стоит. Вот. И как бы в конце мы специально сделали вот эту вот танцевальную штуку, ну, чтобы ещё и выйти в зал и ещё больше оттуда зачерпнуть. Практически каждый концерт выходишь на сцену, сначала трясёшься, не трясётся нога, думаешь, я не смогу сыграть, там, какие-то сложные штуки, которые я играю на репах, ну, через... На вторую песню ты уже... Всё, унился, да? Не хватает, ну, подпитывает вот эта энергия? Для этого же, я думаю, да, многие выступают, ну, то есть команда на сцену выходит. Что тебе это даёт? Не знаю, какое-то хорошее самочувствие. Вот так. В основном просто колбасит, а когда выпускаешь эту энергию, становится нормально. А в жизни в смысле в общем колбасит? Ну, да, да. Ты понимаешь, что это как будто бы... Это прям продукт, который ты, ну, типа, вот он сделал, и после тебя уже что-то осталось. Типа ты кому-то что-то дал. Это за то, что ты, типа, произвёл, а дал и пошёл дальше. Да, да. Ну, как бы тоже считаю, ну, что я занимаюсь дизайном, что музыкой это всё равно даёт что-то другим людям. Ну, и после себя хочешь расстать ещё? Да, не знаю даже. Я, если бы оставил что-то после себя, то это какое-нибудь здание, наверное. Здание бы хотел построить? Да, я вообще хотел был... Хотел быть архитектором, вот. И если когда-нибудь у меня руки дойдут до этого, ну, это, типа, задача максимум в моей жизни. Блин, ну, это реально же. Ну, да. Но это очень долгий путь, который я, наверное, уже опоздал. Почему? Начинать с тем. Не знаю. Ну, сам придумал, сам отдумал, да? Ну, да, наверное. Может быть, боюсь, не знаю. Или ты такая, знаешь, иногда придумал, типа, есть мечта, но специально не идут к ней, чтобы она оставалась. Потому что если придут, она такая, уже, типа... Да, да, возможно. Домик хотя бы маленький можно построить? Маленький, неохота. А ты масштабно хочешь, чтобы нынешне на всё? Про йогу мы говорили. А же какую-то мы тему хотели поговорить и не дали рассказать. Да, вот. Как встретились, подготавливались. Расскажи. Акра-йога. Да, акра-йога. Ты занимаешься? Да, начинаю заниматься. А, только? Да, только начинаю заниматься. И, ну, как бы, мы готовим программу. Расскажи, что это. А, то я такой с умным лицом, типа, я в курсе, а две минуты, ну, типа, полчаса назад я не понимал, что это такое. Расскажи, что это. Это йога с акробатическими элементами. В основном ей занимаются два человека, но можно и втроём, не знаю, смотря, какую фигуру вы придумаете. То есть это... Ну, самые простые элементы делаются. Один человек лежит на полу. Это база. Второй человек флайер. Он, как бы, сверху. И всякие поддержки. Я в институте видел красиво, там, мальчики, девочек поддерживают. Там, наоборот. Ну, типа, там они прям... Можно сломаться. Ну, типа, да, ты не засмотришь, как это получается у вас. Ну, там растяжка нужна. Как у тебя с растяжкой? С растяжкой плохо. Ну, как бы, это долгая история. То есть нужно растягиваться каждый день и в течение нескольких лет, чтобы растянуться нормально. А зачем ты этим занимаешься? Просто спорт. Ну, и как бы, это интересно. С технической точки зрения, как взаимодействует, ну, типа, баланс. Ну, в общем, много интересных моментов. Сразу так не объяснить, это нужно попробовать. Звучит как хитро пропагануть. Да-да-да. А где ты занимаешься? Давай уже тогда топим доталу, куда ты хочешь. Я занимаюсь в доме йоги Ганеша. Мы занимаемся с девочкой. Её зовут Саша. Мы готовим программу, чтобы обучать людей. Как бы, сами учимся сначала, потом будем обучать людей. Ну, круто. Она тоже новенькая? Ну, как недавно, Элли, она... Да, она тоже начинает заниматься. Но, как бы, обычной йогой она занимается уже довольно долго. Для неё это просто ступень развития. А для тебя целая жизнь. Да, для меня целая жизнь. Она теперь новая, интересная. А практики какие пользуешь? Йога, может, медитация? Ну, у меня утро начинается с йоги. Я не знаю, как это получилось уже. Я просто встаю и что-то делаю. Ну, уже как будто бы привычка даже. Ну, с переменным успехом, да, последние два года я занимался йогой в залах каких-то. Ну, приходил тоже в эти дома йоги. Ну, и что-то понял в ней. Вот. И начал тоже практиковать сам. Ну, медитация, ясное дело, тоже в последнее время очень часто. Как медитируешь? Ну, просто, то есть, спокойно, тишина, или музыку используешь, или что-то ещё. Иногда с приложением. Медитопия приложение. Маленькая рекламка. А там девушка говорит, нет? Да. Ну, когда как. Ты там же указываешь пол вначале, по-моему. А, да, там голос ещё и что-то ещё. И голос тоже, по-моему, можно выбрать. Не знаю. Я как-то от панических атак убегал вот каждый вечерочек. Вот. Ну, и вообще тоже сам, тоже какую-то мантру просто в голове кручу и дышу. И это тоже помогает. Так. Йога рядом, это всё рядом. Питание? Питание. Ты кушаешь мясо? Мясо нет. Вот. Потом мы так-то подходим-подходим. Я такой так, надо мне прям спросить это. Потому что, ну, знаешь, это же как одно из другого. Как давно? Больше пяти лет. Не ем мясо. Совсем недавно я подключил обратно молочные продукты. Просто посмотреть, что со мной будет. Вот. Ну, и ещё из-за того, что я хотел просто есть шоколадки. Вот. Да. Подожди. А так это не что-то? Шоколадки нельзя, что ли? О, они же на молоке. Вот это поворот. Ну, в общем, пять лет я провеганил. Вот так. И как ты к этому пришёл? Ну, давай, только не торопись. Спокойно столкнусь с расстановкой. Как? Как? Давай, давай. Шестнадцатый год. Тогда была эпидемия H1N1. Мы всей семьёй переболели. Серьёзно? Да. И у всех осталось какое-то стрёмное состояние. Ну, тяжело дышать, там, такое. И я подумал, ну, типа, чё-то надо менять. И совершенно случайно наткнулся на чуваков в интернете. Проект называется «Будь лучше сегодня». Это два брата-близнеца. Они живут в Германии. Оба сыроеды. Оба занимаются какой-то йогой. Тоже кучу практик применяют. И они придумали программу на несколько недель. Там, ну, пробный период был три недели. И я все три недели их прошёл. А дальше, как бы, платно. Ну, я, как бы, не стал брать платный курс. Но что-то понял. Да, те привычки, которые остались с этих трёх недель, они, как бы, остались со мной. Питание там тоже было. Они, как бы, не говорили, что, типа, исключайте прям сразу всё. Просто говорят, типа, читайте книги, ну, поймите, что это такое, типа, исключите что-то, ну, попробуйте на себе. И, как бы, я начал пробовать не всегда с хорошим, ну, с положительным результатом. Но в итоге всё равно, вот, я пришёл к веганству. И какое-то время продержался. Возможно, я продержусь и, ну, типа, до конца. Потому что мясо есть, особого желания нет. Я тоже, как бы, иногда думаю, типа, может, подключить мясо, типа, попробовать. Ну, может, что-то изменится. Ну, типа, в какой-то момент появилось к нему отвращение. А рыбка? Рыбка тоже нет, да. А морепродукты? Это хорошо. Поделись, что ты кушаешь. Ну, что, первое, что ты кушаешь, а второе, как по состоянию, ну, ты физически. Я знаю, просто, когда ты какое-то время тебе тяжело-тяжело, когда я там позу держу. А потом ты такой, блин, как круто. Ну, типа, ты там летишь. И, типа, каждый день лучше, чем... И потом ты так поел плотненько с мяском, и ты... Всё, вот эта тяжесть, вот эта внутренняя, ты глаза утром открыть не можешь. Если ты летишь, что тебя как-то били ночью. Состояние. Как ты зиму и, в общем, ну, то есть, витамины используешь какие-то? Нет, ничего не использовал. Но вот в последний год, ну, вот этот год, я понял, что у меня было витаминоз. Но это как бы тоже связано еда и спорт. Как бы, если ты веганишь, то обязательно тебе нужно заниматься спортом. Потому что физическое состояние напрямую зависит от физических нагрузок. И, ну, в общем, без спорта вообще никак нельзя. Как бы я пришёл к тому, что неважно, что ты ешь, если ты занимаешься, тебе будет ништяк. Вот. А последние три года я ничем не занимался. Ну, типа, только йога вот начал такой и понял, да, надо заниматься. Я понял, сколько времени упустил, насколько вообще скатилось моё физическое состояние. И, как бы, так, еды на самом деле очень много. Ну, я сейчас объясню. Потому что я там прихожу, зелень, я люблю зелень, ну, и там мясо, ну, закрываю основной зеленью. Там супы не ем. Ну, такое. И, типа, в магазин приходишь, ну, где, в каком магазине ты овощи покупаешь прямым текстом? Да, в обычных магазинах. Типа, тоже неважно качество овощей, там, овощи есть овощи. Типа, мы вообще, мы от того, что мы удалены от процесса изготовления продуктов, мы не можем понять их качество на самом деле, какое оно. То есть, даже если ты покупаешь какой-то супер помидор, возможно, он такой дорогой, потому что на него гораздо больше пестицинов выглядели. Да, да, да. Ну, в общем, по ощущениям. Типа, покупаешь еду, смотришь, как она на тебя влияет. Да, шо. Если она нормальная, то с тобой ничего не произойдёт просто. Там сразу организм реагирует, да? Да. Он же чистенький, он сразу, что не так, он тебе даёт, да? Было однажды такое, что я прям заболел, поев супчик. То есть, буквально с первой ложки у меня заболела горло. Травануло. Ну да, что-то было. Причём это было в сыроедном кафе. Ну, типа, супчик был кукурузный, что-то такое. Ну, просто мне не зашло, видимо. Ну, это хорошо, когда организм можно послушать, и он реагирует. А что именно твой рацион? Крупы. Картошечка. Макароны. Если психологическому влияет ли питание на эмоциональное состояние. Ну, я к тому, что, знаешь, как многие там говорят, да, мясо съел, шашлыка лежишь, и всё. А, да, я могу об этом рассказать. Ну, типа, вот, ну, это такой, знаешь, зашоренный момент, который постоянно, типа, да, вот они там ходят грустные. Хотя все сейчас грустные ходят и с мясом, и без мяса. Вообще, очень рядом ходят йога, вот это вот нетрадиционное питание и эзотерика. И когда люди начинают переходить на какой-то другой тип питания, они такие, о, мне, типа, классно стало. А потом они такие, ну, типа, не могут есть одну и ту же еду со своими друзьями. Они такие, ой, да, или там бросают алкоголь и такие, типа, вот у меня все друзья только с бутыльниками моими были. Ну, типа, мы не можем теперь собраться потусить, потому что я ем, как бы, огурчики, да, а не мясцо. И на этой почве, как бы, у людей происходит такая штука, типа, да, я выше этих людей. Ну, типа, появляется какое-то высокомерие. Ну, типа, думаешь, ну, типа, да, я круче, ну, типа, и все. И, ну, на этой почве теряешь друзей. Такая штука. Ты проходил это? Ну, да, как бы, ну, меня никогда не поддерживали, типа, в моем веганстве. Очень редко я нахожу единомышленников, которые, да, типа, молодец, продолжай. Нет, ну, мне кажется, типа, ну, делаешь, ну, тебе хорошо, да, ну, красавчик, все. Ну, так никогда не было. В основном люди смотрят, и я худой. И, ну, типа, а мне норм. Типа, ну, и чего? Ну, я пытаюсь похудеть, и чего, блядь? Ну, типа, а ты жирная свинья. Вот-вот, да. И сдохнешь ты от тысячи болезней. Такие диалоги происходят, да. Меня редактор затыкает. Такой. Блин, да лучше быть худым и здоровым, чем, блядь, мешком. Надо быть подкачанным, я считаю. Вот, я сейчас к этому стремлюсь. Да, подкачанным. Мне кажется, просто заниматься физухой в тонусе, быть ей нахрен. Блин, это все, эти лишнее мясо носить с собой. Но это, блин, ну, типа, зачем? Ну... Я почти каждый день хожу в зал. Типа, я могу, вот, последний год вообще плотно, я, типа, нахрен, ну, типа, просто будь... Типа, вот, по природе ты должен быть, там, вот такой. Вот, это, мне кажется, идеально. Чтоб жирочка не было, и все нормально. А не, антилоп. Хуй, лишнее страдай же, блядь, не почесаться. Ну, подтянутым и растянутым. Да, вот, растяжка самая. Кстати, растяжка, это голова всему. Это я вот тоже узнал, и не всегда удается растягиваться. Да, иногда идешь у нас на севере, поскальзываешься, и понимаешь, что тебя растянуло где-нибудь, да? Просто потому, что ты деревяшка. Просто ты оступился, просто, и тебя там в травму везут. И вернемся немножко. Как, ну, я думаю, ты планируешь так же продолжать? Веганство и все остальное? Ну, посмотрим. Посмотрим пока, да. Ну, ты, типа, не такой, типа, знаешь, что, вот так и все. Нет. Ты, типа, ты адекватно, да, да, нет, могу вот так вот, могу. Ну, как бы, поначалу у всех такое происходит, что люди сначала, ну, смотря из-за чего начинаешь веганить. Возможно, ты начинаешь из-за того, что тебе зверушек жалко. Возможно, приходит какая-то осознанность, что нужно как-то беречь природу. Ну, у всех по-разному. Кто-то с идеологией начинает, кто-то просто хочет поправить свое самочувствие. В принципе, быть каким-то лучшим человеком, чем ты есть. Ну, в общем, мотивы разные. Ну, как бы, потом со временем это нивелируется, и ты просто понимаешь, что вот, да, я веган. Ну, как бы, и что с этого? Я никому не хочу пропагандировать, не хочу там... И в итоге ты получаешься не веган, потому что веган — это всё-таки идеология. Потому что если ты говоришь человеку, да, я веган, тебе приходится соответствовать. Тебе приходится любить всех зверей на планете и всякое. Я не говорю, что это плохо, это очень круто. Ну, как бы, если ты не хочешь это делать, ну, как бы, ну, я вот говорю, что нужно соответствовать. Это как, не знаю, как в любой религии. И, типа, есть какие-то... Постулаты? Да. Которым ты, если не соответствуешь, ты не... Ну, как бы, тебя не называют каким-то там духовным саном, не знаю. Ну, типа, если, короче, я веган, то... Либо я прям веган, должен всем об этом говорить. Либо тихо. И, короче, ты и с мясоедами, кто бухает, короче, не тусишь. И с веганами ты и там не друг, и здесь не враг, да? Нет, на самом деле сейчас наоборот. Вот. Типа, я и там свой, и тут свой, и клюбый. А, это круто. Вот. Такой, с веганами затусить и... Конечно, каждая тусовка не обходится без веганских шуток. Я такой, ну, давай, давай. Давайте. Удивите, удивите, да? Ты такой уже, типа... Так, ну, кто сегодня выделится? Ну, и в конце вечеринки, ребят, ну, я ждал. Мы же подготовились заранее. Ну, где шутки-то, да? Они же по-любому все банально одинаковые. Ну, да, в основном, да. А семья у тебя есть? Нет, я один. Ты один? А планируешь? Ну, хотелось бы, да. А, хотелось бы все-таки. И от детей? Тоже, да. Ну, в перспективе, конечно, не в ближайшие 10 лет, наверное. Тебе сколько? Мне почти 30. А, а раньше 40 не планируешь? Да. Ну, это хороший подход. Адекватный. Ну, как бы, тоже. Если бы раньше появился, то я бы не был против. Спасибо, что пришел. Вам спасибо, что позвали. Ты очень теплый, приятный человек. Спасибо, вы тоже очень крутые ребята. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok